Друзья, мы снова в студии. У нас решающая третья карта — это Dust. И судя по статистике, которую имеют ребята и вообще команды, то здесь 30 карт у команды Entropic, 20 карт у команды K23, и все идут больше, чем 60% финрейта. И что будет здесь, кто подпортит свою статистику, мы разберемся с нашей студеналитикой. Опять же, ребята, что думаете, есть ли шанс у команды K23? Я именно с таким вопросом подхожу, потому что мы считаем все вместе, что Entropic — фавориты. И понимать, и мы, и все на свете верят больше в этот коллектив. Поэтому есть ли шансы у казахов? Главный фактор того, что Entropic — это второе было три за сегодняшний день. У них уже была официалка, если память не изменяет, она тоже была полноценная. Там они обыграли своего оппонента с учетом 2-1, и, соответственно, сейчас это будет для них шестая карта за день. Вы понимаете, что это получается еще за два часа, за три часа до первой официалки. Ты просыпаешься, потом ты идешь, играешь, соответственно, с ДМК, расстреливаешься. Это еще около часа практики. Плюс, соответственно, у вас 2-1, не очень большая пауза, чтобы покушать. И потом еще полноценная 2-1, которой они сейчас пришли. Причем, ладно, первая карта была достаточно маленькой, но вторая уже полноценная, D16-13 — это довольно плотная борьба. И мы видели то, что у K23 явно есть еще порох в пороховницах, и можно бороться. Если вспомнить то, что у них DDoS 2 тоже довольно классная, неплохая наигранная карта, и в рамках этого турнира они показывали хорошие DDoS 2, то мы понимаем, что у Entropic'ов может просто закончиться запал. Это не смешанс, наверное. Вот только из этого всего и надо исходить K23. — Вроде бы не сильно усталость их сейчас как-то проявлялась. — Слушай, а выстрелы с ВП от Елена — это что из ставочек? — Ну это может быть просто какой-то хром. — Может быть, мышка за коврик зашла. — Когда происходят бренлаги, это бренлаги. Это видно. Бывали вот моменты, где у тебя есть стопроцентный фраг, или стопроцентный мув, который ты точно сделаешь, и ты его не делаешь. Ты делаешь шаг налево, направо, но явно не в том направлении, куда надо. — Может быть, а бывает, что какая-то вот другая история, когда люди не могут спину убить, потому что какая-то может быть нервозная за счет того, что у тебя лузер-сетка, и если ты сейчас фраг не сделаешь, то ты уже понимаешь, что ты идешь либо на третью карту, либо там вообще проигрываешь. — Я думаю, на самом деле тут в этом плане не морализависима ни одна, ни вторая команда, потому что пацаны в одной и другой команде максимально опытные. Здесь, в первую очередь, они прекрасно понимают, чем больше концентрация, тем больше вероятность того, что ты, соответственно, даже entry выиграешь. Поэтому здесь нужно отбрасывать вот эти всякие ментальные какие-то условные трудности, что ты можешь вылететь и так далее. Как я говорил, парням не привыкать условно и проигрывать, и выигрывать. Я имею в виду, что сегодня команда Entropic выиграла 2-1, но был тяжелый матч. У них будет много-много турниров. Они ничего, по сути, сейчас не теряют. Будут еще РМР, все будет впереди. Просто единственное, пока проблема у команды Entropic, она максимально нестабильна, и такую же проблему, к сожалению, словили и команды K23. Точнее, ну как словили, они всегда были нестабильны. Они могут выдать абсолютно шедевральный перформанс на том же оверпассе, либо на каком-нибудь дасте и, наоборот, в салат залить вторую карту. Причем, что самое интересное, что для них это будет уже шестая карта с точки зрения не только шестой, но еще и по разнообразию, ну, пятая во всем случае, потому что в предыдущем БО-3 они, во-первых, играли полноценные серии 16-14, 16-14, 16-10, что очень много раундов. А во-вторых, они там играли Мираж и Нюк, и Вертига. Вертига у них повторился. Нюк — новая карта, Мираж — новая карта, это оверпасс, ДДАС-2 и того. Мы видим то, что это пять карт, правильно я считаю, да? Да, все хорошо. Как говорил один великолепный рэпер из Америки, 2 плюс 2 равно 4, 3 минус 1 равно 3. Вот это великий рэпер, конечно. Вот, в общем, мощно. Да, это Квихмаф. Отличная работа, Микмаф. Хотел сказать, отличная работа Олег, но Микмаф лучше. Это Адрен. Сейчас обидно было. Адрен. Вот он, козырь в рукаве команды К-23. Если мы вспомним предыдущий матч до команды К-23 на этом Дасте, то там Адрен просто что-то, 30 плюс фрагов настрелял. Не, вообще Адрен в этом матче максимально хорош. Он на первый неплохо попадал, на второй тоже. Соответственно, очень много важной работы делал. Мы постоянно отмечали, что он выжимал там и фонтан на центре, на оверпассе. То есть, действительно, Адрен очень много вносил. Предикты, да. Еще пока нет, но предикты нужны. Ладно, я все-таки за Энтропик. ТБ. Мы до конца, да. Но я тоже за ТБ, здесь за борьбу. Я думаю, что К-23 получится крутую игру показать. Спасибо ребятам. Сейчас узнаем, что же думают по поводу этого париматча. 1.44 на команду Энтропик, 2.65 на команду К-23. Уже на третью решающую, но, соответственно, на всю серию. Также, друзья, не забывайте, что париматч ввел новую замечательную акцию, где вы можете предугадывать события РМР-финалов и получать за это крутые призы. Для этого переходите по ссылке pmb.g.rmr и пользуйтесь данной акцией. Ну, а для вас этот матч, эту карту также прокомментирует Слип Самвайл и товарищ Анишары. Друзья, что вы ждете от Дастан? Ну-ка, дайте нам эмоции. Да посмотрим сейчас, как пойдет. Дорогие друзья, здравствуйте. Опять же, Слипчик Аниши для вас сейчас. Буду третью карту комментировать. Вот Анишар товарищ. А я смотрю... А я-то уже... А я уже не товарищ. Персона Натграта. Вот. Но на третью карту все-таки для вас залечу. Ну, дорогие друзья, я согласен, на самом деле, со всеми аналитиками. Типа, все, что было сказано, очень сильно похоже на правду. Что думаешь? Ты слушал аналитику? Да. Что они сказали? Ну, то, что К-23, на самом деле, здесь могут вполне себе закрыть. Но Длин Тропиков — это карта, которую они прямо катают и катают хорошо. И получается, что, может быть, типа, все что угодно, потому что есть аргументы и там сильные, и там сильные. И в итоге получается у нас то, что, типа, будет классная карта с ТБшкой, наверное, прям с Рубиловым, с драмой. Где-то кто-то что-то, раунды какие-то подзальет. Где-то что-то, кто-то, типа, Адреда, например, наоборот, вытащит, потому что по индивидуалке, да, протикнется куда-нибудь на что... Победит-то кто? А ты как думаешь, кто победит? Друзья, кто победит в чате? Напишите, пожалуйста. Очень важно. Напишите в чате. Но я, честно говоря, не знаю. Как тебе такой ответ? Мне что-то кажется, что Ка-23 прям могут. Им прям будет очень сложно. Они прям будут потеть вообще, страдать. Слезы, кровь, пот. Но это, по-моему, какая-то прям... Ну, с заряженным Адреном, мол, который последний, да, с Таторой провели довольно неплохо, да, плюс добавим к этому сейчас супер мотивированного Норберта вместе с как раз-таки Нилоном. Да, Фейма не было на первых двух картах. Это факт. Фейм на втором Дасте, кстати, даже очень неплох. Да, это правда. В общем, мне кажется, что вот прям можно. Все можно сделать для команды Ка-23. Я не знаю, у меня сердце поверило в них, наверное. Ну, прям это вот на уровне интуиции. То есть, Энтропики прям фавориты вообще серии. Это и вопросов ноль. Но вроде Александра до Крыги нет. Опять интуиция какая-то появляется. У нас шоу интуиции, Евгений. Да, да. Здесь вот в этот раз уже что-то шоу интуиции опять же. Ну-ка. О, ножи. Ножи, да. Кто же будет выбирать сторону-то? Ну, окей. Вроде как пока по ножам можно сказать, что Ка-23 будут определяющим фактором. Ну, никель-лёй был близок. Чуть-чуть не хватило. Что же, Ка-23. Ну, вероятную сторону защиты или как? Или как, Евгений? Атака, серьезно? Атака, рили. Если что, я бы сказал защита, да. То есть, это я ждал не для того, чтобы показаться умником. Типа, ну, смотри, уже атака. Не-не-не, я думал защита. Я прям думал, что вот сейчас я скажу, что защита, да, конечно. А в итоге получается атака. Слушай, ну, понимаете, да, у нас немножко вкус как бы первой половины вообще меняется. Да, вот перчика добавили Ка-23, что вообще-то довольно... Преправа неплохая получилась. Да-да-да, довольно интересно слушать. Ну, давайте пистики посмотрим. Раз Ка-23 на атаке будут уверены, ну, окей. Что по обороне Форестер, Дефузы, две флешки. Расстановка. Или он сражается за центр. С спортом в центре как раз-таки Форестер. Форлаки находит опен под Б. В Апортан Риадер. Он закрывает никеля на длине. И это все по разным частям карты, друзья. Чтобы вы понимали, мол, так же проседает до 11% здоровья. И, похоже, война за центр никуда не денется. Хотя преимущество Юспов все прекрасно понимают. Да, три человека в активе. Команда Ка-23 здесь пока что чекают позиции. То есть вот пона отлетали и такие, так, стоп. Давайте замедлимся, прям сильно замедлимся. Немножко почекаем, что где оппоненты поджимают нас дальше, давят или нет. То есть какой темп, темпа ритмика какая у команды Энтропик на пистолетке. И потом уже пойдем вот с той идеей, с которой мы пойдем. Оказывается, пойдут они через Т-шку, соответственно, на Б. Вообще там 1 плюс 2, если что, человека, что выглядит очень сложно для Ка-23, к сожалению. Ну, учитывая, что есть только один смолк, опять же, его надо как-нибудь откинуть. Ну, выходить на контакт саппорт Аннелла довольно тяжело. Ой, какой-то бустик здесь нарисовался. Ну, это же шумфа. Ой, как хорошо. Лаки прилетела по одному. Лаки на второго. Нет, не на второго. Пускай. Не он на размене. Что-то очень медленно от Ка-23. Но бомба-то упала. Вот под ситуацией, которые здесь боевые появляются, что-то очень медленно от Ка-23. Не знаю. Может быть, идеи нет. Или на оффтаймингах, опять же, хотят сыграть. Форестер классно здесь делает все. И, наверное, классно закончил, да, как я понимаю? И классно закончил, дорогие друзья. Это, по-моему, 5 хедшотов от защиты. От всех, да? Ну, не от всех, а от трех игроков. Но по голове всем раздали. Слушай, может быть и так. Ну, значит, по арбузам стреляют, по арбузам попадают. Тут как бы вопросов... Сейчас бы арбузика холодненького, друзья, да? Да. Знаешь, прямо вот из холодильника, что вообще идеально, конечно. И без косточек. 1.3 коэффициент таков на командной тропик от наших коллег из Паримач. Ка-23 коэффициент 3.3. И не забывайте про двойной бонус к депозиту. Кликайте на баннер под трансляцией, дорогие друзья, чтобы узнать об этом несколько подробнее. Форс-раунд от команды Ка-23. И они столпятся перед банкой. Где-то эту историю я уже видел. Ну, с другой стороны, два центра, два длина. И с аула-опорником выступает Форестер. Защитник так, чтобы много фармганов. Притус-пром мы видели некоторые решения в плане 5 фамасов, дабы экономику выровнять и быть очень серьезным по гранатам. Но с другой стороны, решили как решили. Выпуш шорта. А теперь после дати длины, вот тут, знаете ли, знаете ли, шорт возвращается незамедлительно. Там еще и выпуш от лаки. Так что инфа у команды тропики есть. Так, это чистый лонг получается от атаки здесь на своем фарсе. Смоком себе закрывает ребят из команды тропик, чтобы за испанским их не забирали. Никибряк все равно в почку получает даже сквозь смог, потому что смог не стена. Ну, и за счет этого его убьют сейчас. Ну, в принципе, да. То есть так получается, что его просто добили. Сначала побили, потом добили. Крат Нил надо забирать. Норберт! Два ответа здесь сочного вообще от Норберта. А дальше Крат и Форрестер в меньшинстве. Если что, на чемпионат закрывает Крата, вот тебе и Форрестер. А Норберт квадрокилл собрал. Ну, что? Заряжен и готов к бою получается. Это жестко, слушай, слушай, вообще. Вот это да. Ну, контрфорс, естественно, от команды тропик. Ну, будем ожидать. В общем, даст будет прям крошилово-рубилово точно. Слушай, я еще вспомнил. Матч Гамбитов, помнишь? Против Гамбитов, Антропик Гамбитов. В третьей карте силы не то чтобы закончились, но... Но по выносливости проседали, я понял, о чем ты. Но кто-то может сломаться. И как раз то, о чем и говорила наша аналитика. Ну ладно, пока опен есть от Крата. Так, четыре человека в активе команды К-23. Элян. Ой-ой-ой-ой-ой, а что так прям хорошо получается-то у Антропиков? Прям все позиции и ранние тайминги для Крада работают, для Эляна опять же работают. Девайсы перекидывают, Элян на дальние рубежи встанет. Это закон Богдана Богдановича, друзья. Эляна, правда, не встанет, да, забирает. Но, тем не менее, все равно в большинстве команды тропик. Ну и что, Норберт просто так, что ли, квадрокилл делал в предыдущем раунде? Ребята, К-23, но нельзя же расстраивать Давида, не надо. Фейм. Форестер разобрал, два человека осталось. Команды К-23, опять же, против троих. Фейм очень агрессивен. Фейм забирает еще, отлетит. Но вот здесь вот уже отлетит, Норберт понимает. Так, там противник, а ну иди сюда. Просто, а ну. Ты хочешь, чтобы я тебя выиграл? Да, 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 ты хочешь, чтобы я тебя выиграл? Не, Норберт такой, так, не-не-не, опасно уже пойду как-то вот через лонг, наверное, все-таки здесь. Но, на самом деле, это очень хорошая история от Норберта. То есть он как бы заагрессивничал, а потом отошел, и теперь Интропиком как бы сиди, гадай, где противник. Ну, по-моему, они угадали. Ай-яй-яй, цепанули уже на минс 70, никель хорош, скаута попадает четко в цель. 2-1 моментальное решение с форсом реабилитирует команду Интропик, но ничего не мешает. Команде К-23 сделать снова бай на все. Ну так от Интропиков Контрфорс, естественно, будет Контр-Контрфорс. И типа так будет до тех пор, пока кто-то не проиграет, и потом у того, кто поиграет, будет экономический. Тут, ну, 7-5 во лбу... У меня горит очаг будет у них, да? То есть тут 7-5 во лбу не надо быть, на самом деле. Это стандартная вот экономика Контр-Страйка, последняя вот версия экономики Контр-Страйка. И так это все и продолжается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это опять двери. Двери воруют жизни, друзья. Двери, не игрушка, осторожнее. В дверных проемах, пожалуйста, Лаки закрывает еще и Фейма. Это если вы сомневались в том, что Аниша сказал, жесть вообще, что происходит? Двери убивают, друзья. Door kills. Просто Моуз забирает Элиана, два человека в активе Кубка-23. Реально, весь раунд на миду, по сути. Теперь я даже не представляю, как люди будут ходить в ТЦ. Там же эти двери тоже, еще и двигаются. Ты знаешь, вообще-то двери везде. Двери везде, оу. Ой, не киллбэк, вот. И Тёмочка там. Лаки, оставили Лаки от Рена. Да, да, здесь довольно просто. Ну все, флэк от команды К-23. Теперь, мне кажется, вопросы по выносливости, в принципе, да, в форме команды Энтропик, пускай уже, не знаю, девятый, десятый час игры, отсутствуют. Парни прекрасно справляются. Пускай и с некоторыми осечками, но не просаживаются так точно. Нет, а пока только начали. То есть конкретно сейчас. Да, мол, опять скалт берет. Ну, скалт берет на флэка, кстати, потенциально, да. И вообще, ребята, пистолет... Там граната может не оказаться в следующем девайсе. Пистолеты, кстати, берут тоже ребята по 250. Что-то флэка не хотят проводить. Слушайте, ну смотрите, конечно, К-23, но ладно. Наверное, экономику рассчитали в таком случае. Минус от Лаки по Адрону. Далее. Да, Элен попытался прострелить в щели в миде, но в этот раз двери прошли. Но с другой стороны ребра гранатами закидывают ребят из Антропик. Там в парапет пытаются выйти как раз-таки уже на постфакте. Крад закрывает Норберта Моу. Четкий хэт-шот по краду, но далее заходить нужно в сайт. Но два длина не дают пространства. Пачка ставит спадшорт. Ой-ой-ой, как по Моу залетело, но почему-то урона не так много. Также Нилон просаживается в лайн. Думирает Моу. Минус от Форестера по Нилону. И последний погибает Фейм. Друзья, 4-1. Пока для Антропик все очень хорошо складывается. Даже против Эко всего одна потеря. Но поставили пакет здесь, ребята, из команды К-23. Да, вот 4-800. Для Тестера на этого достаточно. Да, рассчитали экономику, ребята, из К-23. Действительно так. Но не хватит всем на все. И Моу будет со скаут Райфлой на байраунде. То есть вот он специально это сделал в прошлом раунде, но, к сожалению, там не заехал. Придется теперь страдать со скауткой дальше. Но для Даста это нормальная история. Более-менее с этим можно работать. Потому что флэш пик на длину. Там с маками опять же пытаются остановить возможное занятие с стороны защиты. Вспоминаю я из одних... Один из Дастов вообще, в принципе, команда Антропик. Когда там под синим очень прикольно действовали ребята. И сколько раз, в общем-то, да, удалось выиграть таким образом длину. Раз с позиционкой. Так, пока 5 на 5. Ранние тайминги пока смотрим. Заход на Ашорт. То есть К23 отъедают себе Ашорт. Ну, в ближайшее время хотели бы отъесть, по крайней мере, такие позиции. Выход на синий, кстати говоря. Четверка здесь стоит, это Крат. Он здесь один. Эллиан поможет или нет? Нет, у Эллиана, если честно, свои заботы. Посмотрим. Крат. Ну, ждет, ждет. Забавно, что К23 тоже ждут. Ну, то есть синий они забрали, но сами как бы не спешат выходить. Может быть, это с синего выхода софт тайминга, потому что Ашорт выходит прямо... Да, Бомба, все еще в райнице 58, Жень. Клад, ты торопишь. Крада все-таки проходит Эллиан. Оп, забирает того, кто был на гранате и получит луко сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Для Антропик все не очень здорово. То, что они потеряли контроль над сайтом, это точно. И, опять же, Никель мог бы поспеть в спину. Забрал Мул. Бомба. Все еще не стоит, друзья. Никель ставит хэдшот еще и по Нилу. Но Никель Бэк, его не остановить. Это что за танк, это машина? Болтил и просто можно. И Адрена Лаки закрывает совершенно спокойно. Здесь Антропики даже с учетом того, что было плохо, вытаскивают по столице и по позиционке здесь этот раунд. Какая жесть вообще. Никель просто зашел и убил. Лоу. Чел просто вышел и убил, представляешь, вообще? Ну, это непросто, но в плане... Ситуация выглядела для него суперлегко. Ну, и именно поэтому мы здесь, на самом деле, сидим для того, чтобы рассказать и объяснить конкретно, как, конкретно почему, почему это непросто. Или если это просто, почему это просто. И так далее, и так далее. Но мы двигаемся дальше. Экономический рамп от команды К-23. Тяжелые пистолеты под коллаж. Ну, вот она. Снова перестрелка за двери. Адрена прилетела. 96. И он выжил. Да, тут, кстати, игра рассчитала урон, на самом деле, довольно щадящий. В каком плане? Ну, Адрена... 4 у него хп. Так он с армором вторым. То есть он... Ну, не, подожди, 4 хп. Со вторым армором. А ему М-кой попали? Я не знаю. То есть, если это Авапа, то... Какая Авапа? Игра рассчитала щадящий. Еще раз. Выход на Ашорт. Дорогие друзья, Крад закрывает фейма. Здесь Нилан погибает. Опять же, Норберт на размене работает. Но этого мало, по-моему, для команды К-23. Позиции пока не слишком собраны. Но Норберт работает по лаке. Элян проходится по Норберту. Два человека остаются у команды К-23. Это Моуит Адрен. Бомба уже поставлена. И Адрен здесь, наверное, самая важная фигура, вне зависимости от его количества хп. Да, Диггл при чем? Аккуратно. Есть первый, но сразу же Коу и Моу включается в этот дабл распик. А Форест... Подожди. Он не понимает, откуда килл был сделан? Не, я думаю, он все понимает. А как? Ну, потому что... А, нет, слушай, Гэндальфа простреливает. Слушай, Гэндальфа простреливает реально. Вот это да. Так он на хайе туда кидал. Для чего тогда? Не-не-не, это просто кто-то недорассказал, походу. Тут не дело Форестера, что типа он не понимает. Нифига себе, простите, господи. Вот это да сейчас. Уборот был. А все? А все, раунд не выиграть? Пока нет. Вот здесь уже нет. Здесь он будет убегать. Но вот это вот хорошо от Форестера. Даже с учетом того, что раунд, опять же, они не берут. В итоге Адрен, дорогие друзья, как, опять же, важный игрок, с учетом расчета урона, типа, на минус 96. Нет, Адрен вышел отлично. Но вопрос-то в чем? Если бы Моу его не поддержал, а тем временем цифра от наших друзей из прематча 1-17 на Нейтропике 4-7 на К-23, где-то было 3 серии и, соответственно, 3-я карта в частности. Мы также не забываем кликать по баннеру подплееров на трансляции, дабы удать приятные бонусы к депозиту. Так вот, если бы Моу не вышел в распик вместе с Адрен, который сделал минус на длине на первом тайминге, то там не получилось бы так 2 в 2 разбирать. Так. Ну что? Адрен вместе с товарищами с К-23, опять же, дабы делают, Нилан с Сигом, ну или Кригом, опять же. Как называть, как хотите ли, СГшка, если новомодно крат закрывает Адрена здесь, у Доурена не получается. Дальше Миддл пытаются зачекать К-23, выходит внутрь, опять же, КТ-шного Мидда, что уже нервяково достаточно. Лаки не проходят на констракшене, фейм падает, 3 человека в активе у команды К-23, не проходят дальше, ничего пока не проходит. Вообще ничего. Туда было посетап. Опять же, Энтропики, как только добираются до второй удочки, все, тут нужно срочно что-то придумывать, что-то менять. А денег у команды К-23 нет, как и времени в том числе. А еще и Авик сейчас погибнет, наверное. Или позже. Вот сейчас не получилось, патроны закончились, Моуда закрывает оппонента, Никель, опять же, на тэшном ноле. И прячет голову. Ох, прям крабиком. Ну, это подарок для крада же. Крабиком. Оп. Все, краден слан. А, ну Форест разобрал, кстати. Играет. Таник поджал, да. Так, лады. 6-2. Команда К-23. Сейчас, правда, у вас эко. Но я скажу это уже сейчас. Надо просыпаться. Ну, что сказать. Где-то такой эко-раунд мы с тобой уже видели. Смотри. Скаут Умоу. Норберт с деглом. Тяжелые пистолеты. Что еще надо? Парочку голов. Пау-пау-пау. И нормально будет, говорят. Ну, это не точно, правда. Давай. Давай смотреть. Крат. Молик закидывает на коробку. Опять же, на ранние тайминги выход. Ранние тайминги К-23 не использует. Хотя там даже нормальный, по-моему, респаун был. Если я правильно вижу. Шадрэн уже подсадили на этом моменте времени. Елена закрывает Моу. Это уже миддл был. И Ашорт попытается забрать себе в качестве позиционки ребята из команды К-23. И заберут. Не заберут. Но, опять же, тут по разменам Крат очень хорошо вписался. Ну, и дальше и Форестер добавляет. Так что... Ну, вот, напоминает в какой-то момент тенденцию оверпасса, когда удалось энтропикам в чем-то в размину уходить хорошо, плюс-минус. Но... Но... Но счет здесь вообще совершенный. 7-2. Пока развал для К-23. Я думал, что соберутся, опять же, на карту DAS 2 на третью. Некоторые экономические решения, возможно, вызывают вопросы. Но это конкретно их идея. Но это и геймпланы. И, опять же, вот почему мы говорим, да, о том, что решение, мол, со скаутом. А ведь это фуллбай. Да, то есть некоторые экономические решения вызывают вопросы. Они хотят, видимо, удивить командную тропику именно таким образом. Именно через экономику. Не через позиционку, через экономику. Никельбэк погибнет или нет? Пока не погибнет. А Фэйм? Фэйм пока на синим живет. А тут Крад пошел в авантюру. Друзья, Смог накидывается на выход. Крада нужно додушить. Его закрывают под флешками. И так же Никель пытается работать через яму, но его тоже зеркзрашнули. Также еще и от Моу. Слушай, ну, война за длину выиграна. Тут сейв от Лаки с Форестером другого не наклевывается. Лаки и Форестер остались вдвоем. Для них, да, сейв действительно вариантов нет. Важный момент с экономической точки зрения. Для Ка-23 выживают в пятером сейчас, потому что из-за своих экономических решений, которые, опять же, это был их выбор. То есть они пытались сыграть так, чтобы это удивило оппонента. Эта оппонента не просто не удивила, оппонент с вами разбирался на этих раундах. Соответственно, сейчас у них была экономическая яма, выживая в пятером, получая 3 500 на руки чистыми. Кстати, я еще подожду в пятером или нет. Потому что вы видите на экране, почему, может быть, нет. Это получая 3 500 на руки чистыми за взрывчатый раунд. Есть все варианты экономику поправить за те стороны. Ой, какая встреча. Лаки. Лаки. Ну, тут такое дело. Уже в четверо. Не все выживают, да. Но на самом деле плюс-минус просматривалось в целом, потому что Лаки, это, опять же, на снайперской винтовке. И как бы у него и позиция там широкая. То есть Т-шный ноль, вообще с Титаника как бы просматривать выход на верхнюю темку на Т-шный ноль прямо очень приятно. Короче, чат. Щиты за команду К-23. Срочно. Да, надо. Надо. Внезапно, срочно. Все. Всех зовите. Реально надо, потому что пока ребята на атаке не показывают того перформанса, который, наверное... Дело не в перформансе. Дело в том, что очень тяжело им будет играть и вторую сторону, по идее. Ну, конечно, тяжело. Им нужно просыпаться. Тут как бы и ты за за тыс. Что есть. Что маемо, то маемо. Лаки Норберта забирает. В пятером Энтропики остается. Рефрага нет. Не получается найти. В тот же момент рефраг от К-23. Это разброд какой-то прям. Все не успевают К-23 из-за мысли Энтропик. Не успевают. Поджатие парыча. Олик на мидбокс. Сложно. Опять же, вот это вот хороший момент. Да, фейм отловил крадо, который запушил. Там, чуваки, умер на длине. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никель. Дружище. А куда? Фейм контроль. Да, летим, так сказать. И все, выход в Б, потому что там нет никого. Да, прочекал Адрен конкретно. И сказал, ребят, давайте сюда. Четвертый мы спокойно заберем. Если вы хотите на Аппо охотиться, то давайте сначала бомбу, а потом уже охотиться. И здесь, ну, как бы все полностью, все полностью правдиво, потому что сначала нужно поставить. Тем более, Форестер находит в себе смелость прям КТ, прям поджать до смока. Он это супер аккуратно делает, но тем не менее, он может тут еще палки в колеса игрокам команды К-23 напихать. Ну и что, раз чек. Адрен попадает под прицел Форестера. Это палка номер раз. А вот это уже 4 раунда, по идее, да. Там смотрим. С экономикой в защите не так все гладко. Ну, опять же, два раз дропа дать могут. Теоретически. Кстати, если Форестер вынесет этот калаш, то он может даже два гана откинуть. Так-то. Эллен хочет сохранить себе жизнь, понимает, что на него будет охота. И пытается выжить до конца. Молик, молик. На Эллена охотится, он сохраняет себе жизнь. Интересный молик, кстати, только сейчас разгорелся под Эллена, либо Эллен заделал хитбокс молика. Сам подвинулся, конечно. До этого его вообще никто не коцал. Прям реально, реально интересно. Лады. Ну, довольно честно, драматичный даст два уже. Он немножко болотистый, он такой немножко медленный, немножко частично спокойный. Абсолютно. Такой же повтор оверпасса. Там три десятки выбили себе Ка-23 по фрагам, и после этого пошел камбэк. Та же самая история сейчас преследует Ка-23. Ну, плюс-минус, да. То есть он такой прям размеренный, да. То есть ничего такого прям супер страшного не происходит. Вот-вот началось. Вот в лицо. Крат получает на выходе под синий Форест разобирает Адреяна. Взорвали. Тут опять же, понимаете, размен на размене на размене, и Нилан все-таки дозабирает Никельбека, и может быть, можно пройти, но здесь Лаки. Четвертый на Апланте уже. Ага, поймали перестрелку. Ребята, почему? Убили сейчас игрока. Отлетит Лаки моментально. Просто отлетит. Это пятый рун за команды Ка-23, но в тайминге Лаки ловит. Вот теперь нету денег у команды Интропик. Вот теперь мы увидим Камбек от команды Ка-23. Это реально интересно. Начинается самое веселое. Не сдавались Ка-23 до самого конца, пытались кого-то удивлять, возможно, как-то выстреливать, а пока цифру от париматча. Для этого матча в целом 1.23 на Тропик 3.9, Ка-23 соответственно. Ну и про бонус к депозиту от париматча также не забывайте. Кликайте по баннеру по плеерам трансляции. Ну что ж, мы будем смотреть дальше в таком случае. Тайм-аут тактический для команды Интропик. Очень вовремя. Реально вовремя. Понятно, что сейчас там эко будет. Тактический? Кого не хватает? А? Кого не хватает? Нет, для Интропиков тактический. Если кого-то не хватает, опять же, у команды Ка-23, там видишь, еще, по-моему, колят сами паузу. То это уже у команды Ка-23. Тем более, они могли... Вот, когда же сами паузу заколили. Тактическая пауза, да-да-да. Они могли спокойно после, на самом деле, выигрыша в раунде отойти, увидев тактическое то, понятно, они такие, ну нормально, у нас есть там N секунд, типа, пацаны, еще поставьте, сейчас я вернусь, пообщаемся, короче. То есть нормально. Тут все по делу. Очень, честно признаюсь, плотный даст, плотный в противостоянии, но на три раунда в такой прямо размазанный, разнузданный ровным слоем. Важно понимать, что стратегический слой у команд жестко в притирку, но тактический они прям бывают очень медленно что-то делают, прям очень медленно. Из-за этого мы смотрим раунды типа минуту 20, минуту 30, наверное, каждый. Что там чатики вообще сколько, 50 на 50 болеют или как? Чата, напишите, кстати, вы вообще за кого. Можете написать Entropic или K23, просто прямо словом. Даже интересно. Выкобениваться не буду в плане там такой смайлик, там этот ройч. Уже четвертого видит, но не стреляет все никак. Прячет голову. Кстати, моментальный ротейт и вот это может стать некоторым удивлением, но опять же против эко, флэш, пик, лаки, закрывает адрона, дали открывается, крат минус от никеля. Слушайте, ну пока пистолеты суперкруты, до девайсов не дотянуться, ганы слишком далеко. Нормальная, кстати говоря, засада Entropic. Прямо они двоих похоронили. Так они забатили. Моу стоял старт раунд чеков сколько там на Б, пробежали 4, потом резко развернулись. Моу пока бежал за бомбой и все, бежали обратно. Да, да, да. Это хорошая штука, кстати говоря. IQ 450, так сказать. Ну что, и из-под синего Моу, если вы пройдете, один не пройдет, второй не... Стоять, я поспешил, а второй... А второй уйдет вообще, не будет нам уйти. Ну, ганы не забрать. Так что, задача убить хоть кого-нибудь еще в довесок. Но с другой стороны, два раунда до конца это половина, так что влияя, не влияя в целом. Ничего страшного не произойдет, самим бы как-то добрать ласт раунда. Все-таки семерка была, но 7 за защиту. Средненький результат. Средненький. Так, шестой раунд забирают команда К-23 себе. Счет в притирку 7 к 6. или она не отпускает. Элиминейшн раунд в итоге вместо взрывчатого для команды К-23. То есть на раунд получат чуть меньше на копеечку денег. Мне в целом нравится настрой команды К-23. Вот сейчас вы видите на веб-камере. То есть это прямо то, что надо. Это такое вот спортивно-бодрое, спортивно-бодрый вариант типа Е, пацаны, тащимся, погнали. Это то, что надо им. Потому что у них бывает вот как бы менталочка ровно наоборот. И ну там смотришь на веб-камеру человек сидит с мертвым лицом. А сидит он так потому что он понимает что типа все плохо. А может быть он хладнокровный? Это все проявляется на лице очень сложно скрыть. Особенно когда веб-камеры на них стоят как бы по факту они о них просто не думают потому что они думают об игре. Вот сейчас для К-23 мне прям радостно видеть такие лица. Это означает что чуваки будут тащить до конца. Хорошо. Элен. Миди опять же пытается кого-то под щелку подловить но никто не открывает со стороны команды К-23 и в этот раз пытается за шорт подраться Крад под смоком отловил фейма флешка на него не срабатывает моментальная подтяжка по длину и вот отдача центра так и будет продолжаться в закрытую постараться сыграть с Интропик ну и вот Крад после открытия в шорте как раз спустился в хелпу а там вот на КТ у него все постоять какая-никакая все-таки есть а К-23 в свою очередь все так же раскидывают шорт и создают эффект присутствия при этом на какие-то действия Интропик это вообще не влияет Интересно открывается шорт но при этом бомбер никуда не спешит Опа спрыг в КТ о как давно я это не видел а здесь Крад так что не сильно далеко и не сильно долго жил этот парень здесь слушай интересно А К-23 прям что-то так переусложняет все но но это еще и не совсем все получается тут прям долго можно разбирать этот 14 раунд на самом деле чисто по темпу это реально он прям интересный вообще тут офф тайминги типа офф таймингов офф таймингов тут рваный темп тут чуть ли не шашлык шашлык кстати но не до конца Ательена он забирает еще и Норберту вместе с Адреном классно я наверное так скажу от К-23 классно но не получилось но классно то что они подумали о том что они могут попробовать это сделать найс прям реально найс вот это сейчас хорошо было но у них ну не получилось как бы против антропик может против другой команды когда-нибудь заедет эта идея эти идеи они опять замикс матчили что-то интересное классный состав мне прям вот нравится не все не всегда получается но способные ребята реально ну и пока кстати проводим параллель с матчем например Virtus.pro которым Джейм постоянно простреливал ДДшечку в миде Адрен просто без прострела в центре без инфы вышел чекнул КТ убил и в общем-то таким образом открыл возможность сделать сплит на Б тут вот есть свои ответные решения хорошая флеша Телли она помогает чтобы закрыть Адрен но 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 апартану на релоде поймали лаки Элен переводится раз еще Элен переводится два но не попадает а тут в позицию уже Форестер вон тэп нашел просто чепчик здесь да ну и последнего горит Эксбокс на планете закрыли и девятка выходит и Ден Орберта закрывает оппонента один в два клатч но двойка сзади будет с КТ и будет закрывать хотя и не сразу у Никельбека это получается потому что расстояние довольно дальнее поэтому он начинал спрей и потом спрей декей абсолютно напоминает мне карту оверпасс абсолютно ну близко наверное по плейстайлу но в целом команда походу действительно одна показывает свой плейстайл а вторая свой плейстайл но тут не так давно на как бы мини подкасте у Петрика был там был аналитик нави Всеволод Плотников вот и с Лениным соответственно с Всеволодом мы о плей-оффе вообще говорили это было вот в тот день когда вчера только днем соответственно до вечерних так сказать развалов вот по всем фронтам причем да и говорили о том то что я говорил ребятам о том то что в плей-оффах у нас прямо как разные школы кунг-фу то есть много команд с уникальными разными плей-стайлами то есть почему-то так получилось и почему-то вот все разные нави отлично играют от всех типа гамбиты со своим вот со своей перчинкой типа spirit немножко иначе опять к 23 со своими минусами все понятно опять немножко иначе энтропики опять короче немножко иначе типа аккума опять типа немножко иначе и все вот как вот разные цвета радуги прям супер интересно это смотреть в том числе здесь вторая пистолетка вот так переходит энтропики обороняться будут к 23 настрел длины уже есть он умудрился получить львиную долю в минус хп по себе. Там также, кстати, три от центра у Ка-23, и за ловерта на вам поглядывают, и просто двери выпускать не хотят. Ну а для Моу тут распик длины может оказаться большой проблемой. А выбор пошел. Моу, 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 Моу убегает. Ну, пока что буст на элеваторе ему никто не оформляет, плюс также ротейт шарта обратно от Норберта, и вот он люркер в лобертоннеле, который собирает инфу по перетяжке. Минус от Норберта тем временем. Четыре человека в активе у команды Энтропика остаются на пистолетке. Позиции Ка-23 нравятся. Да, он заблочил, Моу, заблочил, смог, но с гэпом, кстати, как-то... Он попытался, да, футбол здесь с Маком поиграть. Форестер, ой-ой-ой, по стольбе, только Энтропики могли бы быть лучше. Позиционка-то мне больше от Ка-23, конечно, нравится, но как здесь справляться со всеми, если вы в меньшинстве? Падает еще один игрок. Нилан Фейм остается вдвоем. Качаются патроны Форестера уже. Придется сдавать позиции. Фейм хотя бы что-то, но не получается ничего. Ничего просто. Это что, что ты будешь делать? Да, Нилан последний. Ну, Форестер выдал квадрокилл. Да, Нилан два наразмене, но инфа про шорт сейчас отсутствует снова. И распик рампы. Это все, что может предложить пока что Нилан. Он поглядывает за шортом. 50 тп, шоу. Вау! Что это было? Как ты это сделал? Как тебя не убили? Почему в голове столько вопросов и ни одного ответа седьмой раунд за командой Ка-23? Ну, это легко объяснить. На самом деле, почему-то не решили сделать даблпик, ребята. Ну, понятное дело, что инфы не было. Посмотри, посмотри. Если уж не открываться, то вместе один сразу там сжимает КТРЛ, другой пикает, и вы делаете размен. А вышло, что вот как-то... Чувак в чистом поле просто пикетый стоит. Ну, это Нилан. Мы говорили о том, что его перформанс вызывал некоторые вопросы. Благо, вот практически к концу плей-оффа, да, возможно для его команды, все-таки проснулся. Как тоже не забрали? Что вообще? Почему? Реально, пока вот именно по этому моменту одни вопросы. То ли вот в секунду расслабились энтропики и не ожидали, что да, он там стоит, мы его типа забираем, как обычно это происходит. Это так обычно и происходит, но не сейчас. Адром в центре. Плажка пока откидывается. Да и в целом, я не думаю, что пока как-то Ка-23 могут себе позволить радоваться. Рано радоваться абсолютно, тем более, что они слышат закуп от команды энтропик. Тут тоже есть свои шероховатости. Да и я бы, наверное, сказал, что ган-раунд выглядит довольно неплохо у них, учитывая полгранат, два гана. Если Форестер удачно зайдет в шорт, там все будет хорошо. Прямо чисто копье через шорт, то есть никакого сплита. Одна волна будет вытаскиваться из команды энтропик здесь на плато. Нилан за испанским находится, за дефолтом его товарищ. Нилан пока что живет, его начинает малировать, это очень плохо для Нилана. Ему нельзя никак двигаться, то есть молик его сдерживает. Из-за этого энтропики получают спейс. Для того, чтобы поставить бомбу, Нилан так и не может двигаться до сих пор. Хорошая разминат фейма с Ниланом, но опять же преимущество у стороны атаки все еще. Кормилка на дистанции позволила забрать Форестера, но не Крадо. Вот, ребята, отлично, хоть что там забирает Крадо. Ну тут Эллиан со скаутом в упоре. О, ну это скаут, друзья, фиксируйте прибыль. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Восьмой раунд для команды Ка-23. Энтропик не справились с Форсом, но бомбу поставили, за счет чего одну эко и считай боль в следующем. Хотя могут продолжить, в общем-то, нагнетать обстановку с экономикой. Там уже посмотрим. Галилу и Ара никто не отменял. Но вспоминая опять же пистолетку. И вот этот раунд по первым, да, двум раундам можно сказать, что у команды. В общем-то, Ка-23 есть некоторые вопросы с парапетом. Там вот как раз-таки Норбит на пистолетке возвращался офсайд. И после этого Форестер очень удачно зашел по таймингу. Шот, который никто не контролил. Но, но, но. Давайте смотреть. Продолжается война за экономику, друзья. Попадание по МО удачно, что ушел вообще. Так, есть все-таки некоторые баи на третьем раунде, вторую половину для команды Интропик. И 3б, кстати, от Ка-23. После бомбы, да. И действительно 3б по защите. 2а, и причем это 2 поджим ланга, то есть полуподжимные позиции. Здесь вскрывают мидл команды Интропик. То есть уже на краю карты КТ-стороны. Они продолжают играть. Молик Адрен мог бы отлететь. Молик, ну, в принципе, мог бы и быть нормальным. Констракшен никто не чекает. Фрейм закрывает одного из оппонентов. Пытается Фрейм широко работать. Будет отлетать от кого-то. Это будет Лаки, но до этого закрыл еще одного. Пока 3 в 3. Минус от Элиона, по-моему. Поймали также на стяжке Норберта. Нилан последний. Про него тоже в курсе теперь. По хп, да, Элион, Никельбека и Лаки. Каждый по пульке в буквальном смысле. Но Лаки закрывает Нилан на распике Доблдорса. И все. Все, 10-8. Интропик стабилизировали ситуацию. Перевернули экономику Ка-23, которые теперь вынуждены придумывать что-то свое. Так, надо подумать. Надо подумать, конечно, здесь. Коэффициенты в первую очередь, дорогие друзья, 1.18 на команду Энтропик. 4,5 на Ка-23 от наших коллег из прематч. На победителя в матче уже. Не забывайте про полный 100% ный, то бишь двойной. К депозиту вкусненько жирненько. Кликайте на баню по трансляции, чтобы узнать об этом несколько подробнее. Ранние тайминги разменялись. Коробка синей. Без смертей. Оберт. Так же в подпуше. И да, действительно, Ка-23 очень серьезно хотят зацепиться за деньги. Но минус от крада. Далее погибает Адрон. Троих забирает. Смак 10-го на одном хп. Крат остается. Ну, жесть. Это не просто невезение. Это просто нечто. Развал получается. Моу с феймом. Нет, нет. Фейм последний. Нет, нет, нет. Да что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Фейм крад забирает. В итоге этого недостаточно для того, чтобы выиграть этот раунд. Но килл престижа все-таки был сделан. 11-й для команды N-Tropic. Нету денег. Для команды К-23 они обязаны, если не будут форсить, отпускать на 12-й команду N-Tropic. Вот эта вот буксировка. Буксовка. Буксовка, правильное слово. Начинается от команды К-23. Нужно в головах искать раунды на КТ-сторону. На девайсные, естественно. Сейчас понятно. Эко проведут. Одного двоих заберут, и себя заберут. Окей. Посмотрим, пропускаем. Как бы неважно. Но дальше. Дальше. На девайсные. Вот что будет. Что будет, вот это будет важно. Смог хелпу. Опять же пытаются на Тропике. Угадать со сплитом НОБ и у них это выходит. Не угадывают, в свою очередь, со своим стаком К-23. Но выпушбанк и, опять же, экономическая специфика. Вряд ли какие-то большие шансы. Крад пошумел. Пошумел. То есть, К-23 слышит то, что он здесь. Прямо сходу. Крад забирает Нилана. Пытается найти, если кто-то еще, есть кто-то еще. Пытается найти, если кто-то еще. Не-не-не. А еще одного? Пожалуйста, Форестер дозабирает. Опасно было, конечно. Могли бы и Краду взорвать здесь. Могли, да. Ну, что-то вообще 5 в 0. Здесь опять же 3,250 науки получили. Так, команда К-23. Важный момент. Один из важных. Один из важных. Последний, но один из важных. Да-да-да. Типа, что есть в голове, что в головах. Для того, чтобы что-то сделать. До фью скитов нет. Это лучше сразу сказать, чтобы потом удивлением как бы не было. Куда? Ранние тайминги, что вы будете делать? Это лонг. Это миддл, да, против Эллиона. Это что-то. Это лонг. Окей, это лонг. Шестерка. Моу, 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 моу. Уже здесь. Моу, моу. Так. Первый, но второй не забирает. Нилон. Под флешку. Не получилось. Да, не дожимает. А тут еще и Норберт на каре, которого отпустить никто не захочет. Откидывается молик. Открытие смака от Форестера. Отлично отрабатывает он, опять же, по единичной цели. Все. Тут подсейв, вероятно, от Фейма Сатрон. Нет диффузов, нет карна, тоже позиционки. Ничего. Просто у Кадлокс-3 сейчас нет. Не получается. Не получается. То нормальная, вроде, идея и респаун работает, но... Не дожали, они длину реально не дожали. Один дожимает, второй не дожимает, потому что не получается. То, опять же, уже ресурсов чисто не хватает, чтобы, например, банками закидать пространство в спейс, да, то бишь себе создать. Ну, опять же, одной из причин, вот в таком сложном Дасте втором, может быть тот же самый Адрон, который, да, периодически там трясатку настрелил. И вообще, вот мы с тобой, не помню, с тобой в аналитике. Короче, стоял как-то в аналитике и закинул такую идейку, что Адрон, наверное, на этом турнире у К-23 самый стабильный. И вот, опять же, ответственная карта, последняя карта, возможно, я уже говорил. Хорош, да. И Адрон восемь фрагов. Ну, я, как вы понимаете, скоро на слова, как бы, и на эмоции, я сказал, прям как есть Адрон, за шкирку тащит команду К-23 к победе. Своим опытом, своей механикой, своей стрельбой. Но не надо тасти второго. Своими идеями, своими оупенами в дебютах, опять же, внутри раунда в начале. Где? Где? Восемь на восемнадцатый. Но, видимо, действительно не совсем здесь. Хотя и здесь идеи были, только они у него не получились. То есть важно отметить, были, но не вышло. Их не было, они были. Но Адрона реально прям закрывает. И это большая проблема для К-23, потому что, кроме него, остальные пытаются, конечно, но Адрона прям не хватает. Да не то, чтобы. Наверное, вся команда сейчас несколько хуже отыгрывает, чем Энтропики. И это видно к последним, опять же, развязкам. Но Фейм Аркадий Шарта, и это постоянная история, когда-то должна была закончиться. Нилан спасает жизнь Фейма. Вот это поворот. Фейм, так. Ведь это эко по два заставленных девайса. Да, ребята пока живы. Но они уже пытаются вот все прямо микс-матчить в плане идей, чтобы что-то получилось по джиму Шарта опять будет. Опять против Форестера будут играть. Форестер забирает второй. Все-таки второй справляется. Это будет Фейм. Есть еще один опен для команды К-23, пускай и с потерей. Конечно, продается лонг. Но с этим можно жить в команде К-23. Нужно тащить казахам, потому что нужно. Просто это матч на отлет. Ну и что тут? Вроде как флешка на распик. Рампы. Три в четыре. Много инфы, но никель закрывает. Норберта Фейм с разменом. Уже два на три. Не отлететь бы здесь. Просто не отлететь. Опять же, про игрока под плентом могли бы и не... Ой, Чепчик-то горит. Ой, как же больно. Но в этот момент Фейм включается. Эллиан не мобильный. Друзья, это отличный раунд для К-23. И сейчас можно переборачивать эту встречу. Фу, это, конечно, тяжело было для К-23. Но, может быть, поживут еще здесь. Деньги все равно будут у Интропик. Но Интропики получили в этом раунде по носу. Потому что К-23, вот опять, типа, замикс-мачили, да? Смешали такие идеи, которые на ранних таймингах в некоторых из позиций прям классно сработали. Ашорт, например. Просто к слову. Да, опять же, там не только он был. Если вдруг. И, ну, классно. Ну, вот, может быть, это. Но не всегда, наверное, это тоже будет работать. Сложный, на самом деле, вопрос. Форестер продается выход на синий. Ничего не могут пока сделать К-23 с этим. Ничего. И позиция крада, это ожидает, опять же, возможно, какого-то выпуша со спины. Но я не могу себе представить ситуацию, когда К-23 могли бы себе позволить настолько глубокие подпуши. Сейчас. Такой ответственный момент. Ну, Шартом периодически все равно продолжает вот эту вот сборку. Ну, а, в свою очередь, Энтропик очень сильно застолпились на длине, пока не выходят в что-либо серьезное. 5 на 5 пока, что ранние тайминги пропускаем. В миттельшпель раунда переходим. И самое забавное, что так ничего не произошло. То есть мы в середине, как бы... Не, ну как ты? Кратц, респауна террориста в самом крайнем углу переместился в Т-шку. Да, да, да. Ну, то есть вот... И вот что... Опа, фейм, 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 фейм. Ни один, ни второй не заметил. А тут еще на аппленте жарим. Икрат находит опен. Т-шку забирает. Второго там в аркаде, не знаю, ждет или не ждет. Погибает от Адрена. Длина параллельно работает. Заход в сайт нужно реализовывать. Ну, и по сути вещей, если дойдут до поинта Энтропик, сейчас все должно быть под контролем. Под смоком погибает Норберт. Да, действительно. Как раз много дает спейса своей команде. Он выиграл время. Да, да, да. В другой части карты реально время. И К-23 в тот момент вообще не знали, куда, конечно, это будет. Жесть, друзья. Господи, какая жесть. Вообще, Адрен последний остается на КТ-стороне. Братан, долго жить ты здесь не будешь. Как бы ты не хотел. 14 на 9. Ну, раунд. Казалось, ничего вообще не происходит. Как будто бы, знаешь, вот играем в шахматы. Там определенного момента вообще вроде двигаются фигуры, а ничего не происходит. Но потом... Да, нежные дебюты в раунде. До середины, собственно, раунда. Например, и так далее, и так далее. 14 на 9. Кто бы мог подумать, что перемещение с Респауна террориста в Вапор Танул может настолько решить судьбу раунда? То есть Крад там поискреет. Засетапили. Молодцы вообще-то, Элиан. Ранние таймги не работают. Выжжила одна команда и вторая. Ну и по деньгам К-23 также на С3 ножам двигаются. Почему? Да потому что сейчас два раунда отделяет команду Интропик от победы в этом БУ-3. Два. То есть проигрывая этот К-23, понятное дело, будут закупаться. Но там будет далеко не самый лучший бай за эту встречу. Так. На последние деньги бай для команды К-23 в этом раунде. Дефью скитов нет, не было. Гранат минимальное количество по позиционке 1-2-1. Ну то есть такой каким-то эластичным материалом, да, какой-то резинкой стоит, чтобы быстро гибридно перетянуться. Но из-за этого пленты могут быть ослабленные. Именно из-за этого. То, что они стоят универсально. Чтобы знать как бы всю инфу. Моу в середине закрывает оппонента, а это опен для команды К-23. Но при этом сплит на Б закрывается. Женя. Сплит на Б. А там два человека. То есть не три, да, как бы не два плюс один, а там просто два. Просто два на БУ. Выход с Аппортанула. Форестер очень важен. Он должен быть открывающим. Ну, с разминами, кстати. Ой, 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 ой. Слишком Широков фейм вышел, погиб. Никель долго с бомбой идет через центр. Причем опять удивляюсь я тому, как. Почему бомба идет через центр, а не Аппортанул? Ну, это же... Во-первых, видел сейчас тайминги, да, он еле успел. Так вот об этом и речь. Если бы бомба шла через Т-шку, было бы гораздо спокойнее. Лаки. Лаки. Видел тень, значит, видит оппонента. Тень была раньше. А второго Лаки. Хэтрик есть. Лаки. Переводится на четвертого, но не добивает Нилана. Никель. Капитанский клатч. Капитанский клатч держаться до последнего. Никель Бэк. Забирает одного. И Никель Бэк против Б дверей. Он знает. Никель Бэк. Нет, не получается, не получается, не угадывается. Время есть. Развалилась пока что вся здесь для команды Тропик. К-23 поживут еще. Но им будет крайне тяжело. Ты посмотри, на последние просто тайминги Моу, если бы Никель пожил еще, если бы он пожил еще немного. В смысле, там 2 или 3 секунды в запасе. Ну так 2 или 3 секунды пожить еще немного. Даже полторы? Как бы это и есть 2 или 3 секунды. Ну, допустим, да, или там полторы, или вообще сколько надо, это и есть пожить немного. Вот. Такие-то дела. Ну да ладно. Короче говоря, К-23 поживут. Ну, экономика, как я и сказал, уже скользковата. Благо, какие-то ганы пришлось несколько удешевить, дабы купить себе побольше раскида. Ну, а тут занятие длины от Тропик. Очень быстро все. Саупано, правда, от Моу. И в этот момент пачка только начинает его движение с распауна. Война с длиной действительно серьезная. Но вот сейчас придется немножко переосмыслить. Тут вопрос. Это Моу и сам перемещается. Может быть, этот момент сейчас каким-то образом прочтут Тропик. Возможно. Так, ну давай смотреть. Четыре человека у команды Тропик в итоге остались. Вопин очень хорош для команды К-23. Есть варианты, что... Ну, во-первых, что значит есть варианты К-23? Просто всеми когтями за ответственную скалу сейчас крепляются. Такой является карта ДАС-2. Третья карта данного матчапа на улице в рамках, опять же, CSRMR 2021, дорогие друзья. И они прям вот всю душу здесь отдают. Все, что есть. Им безумно сложно. То есть пот просто льется со лба. Вообще невозможно, значит, я не знаю, там целыми ведрами. Но, как бы, ну, жизнь такова. Тяжело. Life is tough, как говорится. И здесь для К-23 именно такая история. Но они не сдаются до сих пор, до самого конца. Хотя Интерпиком два раунда взять. И, может быть, это один из этих. Выход на А. Тут очень сильно, опять же, под смоками закрыты К-23. Но, опять же, смоки это лишь временная опция. Неллен находит Норверта. Второго там зачекать будет довольно проблематично. Пуст на Элеваторе пока отсутствует. Бомба ставится несколько в закрытую. Кукли не срабатывают. Но заставляет крада отменить плент на первый раз. Это время. Но Нилана на Гендерфит все так же. А теперь контролят. Что-то внезапно произошло. Каким образом его здесь расчекали, пока непонятно. Двое халпа. Один идет с длины, со спины. Время уходит. Мол. Крад, размин Адрен на прыжке. Закрывает крада. Минус Адрен, минус Адрен, минус Адреса. Также по фейму остается один Вадрен. И он умирает от Форестера. Это, друзья, 15-10. 15-10. Энтропик выводит этот матч на финишную прямую. Это прямо финишная-финишная прямая. Честно вам могу сказать. Это, знаете, как в гонках последний поворот проходишь. И все. И у тебя, типа, финиш прямо перед тобой. Там больше никого нет. Сзади никого нет. Спереди никого нет. Тебе никто не мешает. Нету денег у команды К-23. Это ол-индовый бай на все. И команда Энтропик понимает, мы закрываем сейчас. И тут главный вопрос для К-23. Вы сможете поменять судьбу сейчас этого матчапа или нет? Поменять судьбу. Ну, денег действительно не так уж, чтобы много. Пистолеты с арморами. Укаутался, знаешь, как слоу даже. Есть дефузы, есть гранаты. Но... Так тяжело будет, ребятам. Так тяжело. Два человека на б-планте. Около, на самом деле, аж три человека. То есть миттл брошенный точно. О, поджим, поджим. Не-не-не-не, пацаны. Но это прям вообще последняя идея. Форестер здесь стоит. Опа, его закрывает. Вот это просто нервяки. А дальше? А дальше здесь Амоу, Ашорт. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, отойти. Немножко подышать. И потом принять Ашорт. Команда К-23 просто белыми нитками раунд шивает. Сейчас Моу закрывает еще одного. И может быть еще патроны. И качается вообще все. Выход на А. Именно. Но по хп у атаки есть некоторые проблемы. Норберт как раз-таки под дефолтом. В хелпе также есть соперник. Ну, Орберт закрывает лак и разминат Никеля. Ситуация под контролем. Никельбек уже нашел три минуса. Бомба ставится на шорт. Миллен закрывает эту позицию с Маком. Но, будучи с УВП, играть будет несколько сложнее. Теперь у нас пик хелпы. Никельбек. Квадрокилл. Ну, неужели это будет действительно... Ну, вот прям он идет, как вишенка на торте Никельбек. Никельбек. Эйс и точка в этом противостоянии. Друзья, К-23 покидают. Первый РМАР 21-го года в СНГ регионе. Это, конечно, ну, большая потеря, как мне кажется. К-23, мне говорят, без покрытой головы нельзя. Эф за К-23. Спасибо большое, что играли на этом турнире. Вам было бесконечно тяжело. И почему вам было тяжело, наша аналитика будет разбираться. Спасибо вам, друзья. Это было очень хорошо, очень эмоционально вновь. И мы возвращаемся к тому, чтобы обсудить, что же было на третьей карте. Неплохо смотрелись в К-23. Были у них шансы, даже вернулись в первой половине. Но что-то пошло не так во второй, где они не смогли собрать ту самую называемую РАМу. И, в общем-то, пришли к тому, что первыми покидают плей-офф. Ну, а команда Энтропик идет дальше, также по нижней сетке. Да, ну, вот начало первой половины, к сожалению, довольно минорное было. Для команды К-23 начали ее довольно скомканно. Слишком поздно начали набирать раунды в атаке. Все-таки в атаке сейчас большинство команд, наоборот, превалирует над защитой. И в этом, наверное, и кроется главная проблема. То есть, я считаю, что было довольно мало действенных моментов от команды К-23. Потому что, да, когда пытались пацаны сделать сплит-базу B, постоянно либо у одного человека не хватало гранаты, либо кто-то выходил раньше времени и теряли, как правило, своего первого игрока. А сначала атака. И только потом шли размены. Если шли, кстати, бывало довольно часто, что команда Энтропик просто давала энтри, и размены от атаки не было. А это хуже всего. Потому что если атака теряет игрока, при этом не дает контрразмен, то вы выходите уже в любом случае в минус для себя. Даже если вы выходите в четвером на базу B. Вряд ли кто-то из нынешней команды сыграет в сухую. То есть вы выходите с 4 на 2 на B. Один минус, по-моему, дадут, скорее всего, 100%. А как правило, мы видели, что там и 2, и 3 минусы давали. И в итоге заходили на постплан ситуации. Там в 2, в 3, 2, в 4. Очень много своих раундов надавала команда К-23. И действительно, не хватало где-то отдельных персоналей. Возможно, где-то фейма не хватило. Возможно, где-то Адрен. Адрен провел далеко не самый лучший даст. А все-таки его, как мне кажется, здесь не хватило больше всего команде. Но, опять же, был хорош Норберт. Был хорош Крат у команды Энтропик. Крат вообще здесь просто батя по выигранным энтер-дуэлям. По-моему, у него там 9 выигранных энтер-дуэлей, если не ошибаюсь. Я могу, на самом деле, сейчас этот момент уточнить. Вот, посмотреть на SHLTV. Но сам факт. Сам факт того, что команда К-23 действительно отдавала очень много. 8 выигранных дуэлей. У Крада 6 проигранных. Лаки 4-0. Ну и, конечно же, по отдельным взятым людям, то здесь у всех практически за 20 плюс фрагов. Только у Эйлина 13-15. Остальные все 20 плюс фрагов наколосили. В свою очередь, у команды К-23 никого к 20 даже и не приблизилось. Там 17 максимум фрагов. Ну, да, там 3 игрока по 17. Но это все равно не хватает, потому что DAS-2 в многом это пострелковая карта. Она действительно атаковая. Но и помимо стрельбы здесь, конечно, очень важно еще и коммуницировать правильно. Как мне кажется, не хватило многих моментов именно в тимплее. Команде К-23 кто-то выпадал. Кто-то выходил под не самые грамотные размены. Где-то, опять же, еще раз повторюсь, не хватало гранат. И вот такой вот контраст К-23, по сравнению с Энтропиками, и делает всю разницу. 16-10, ну, даже не ТБшка, не вот эта стандартная 26-5. Я ожидал, честно говоря, больше. Я думал, даже на допы мы, возможно, будем претензовать здесь. Но, к сожалению, нет. Ну и не килбэк, отмечу, да, вот Эйс в конце этого. Ребят, у нас есть интервью с игроком команды Энтропик. Это Крат. Привет, дорогой друг. Как твое настроение? Какие эмоции ты испытываешь сейчас? Ждали вы ли такой плотный бой с К-23? И вообще, как вас удивил этот коллектив? Привет. Ну, эмоции... Ничего такого, в принципе. Обычная игра, немножко нервная. К-23, не знаю, всегда против них как-то было нервно играть. И мы ждали такого, в общем. Ничего такого. Но оверпасс у вас там сложился. Вроде как под вашим контролем была вторая половина и первая половина. Вы смогли собраться. Но вот почему-то потом на второй вы уже не смогли собрать ту самую, так называемую, опять же, раму. А что случилось на оверпассе, в первую очередь? Мы просто начали мудрить немножко, себя так обманывать. И как-то индивидуально там ошибались. Принятие решения было не очень. В итоге вот какой-то такой сумбур был небольшой. И из-за этого отдали преимущество и проиграли в итоге карту. Крат, скажи, пожалуйста, вот по поводу того же оверпасса. У меня есть вопрос. Вас постоянно К-23 выжимали просто на центре, понимая, что они превалируют и по деньгам, и по гранатам. Вы пытались против этого что-то делать? Я потому что помню, вы максимум, что делали, выходили, допустим, под пик флэш с ямы. Но при этом либо теряли игрока, либо занимали плейграунд, но дальнейшего продолжения не было. А пацаны все так же брали под контроль длину, шарики, и вы с этим ничего сделать не могли. Вы обговаривали как-то возможность перестроиться? И какие были колы в тот момент? Если помнишь, конечно. Так, это за террористов, да? Да, да, да. У нас была задача просто под Б их убивать, да, а под А просто контролить эту тему. Но, видимо, мы не справлялись, и они, короче, жестко контроль карты брали под себя, короче. И, наверное, в этом была какая-то проблема, то, что мы не могли дать отпор и не дать себя запушить и собрать инфу. Вот. Ну, все. Окей. Слушай, вы сегодня играли еще до этого Бо-3, причем там тоже было 16-14, 16-14, 16-10. В общем, много раундов, много карт. Кроме этого, еще и пять разных карт. Насколько сложно для твоего коллектива и для тебя лично подобный объем отыгрывать? Вообще не сложно, потому что мы буквально уже два месяца играем в таком режиме. То, что играем там по два бесса в три в день, даже иногда по три играли. Поэтому ничего сложного. В принципе, это норма. Крат, ну, у тебя, конечно, есть возможность выразить слова поддержки, какие-то приветы передать, все, что захочешь. Привет своим родителям, своей девушке, а также фанатам, кто поддерживает. Очень много пишут там в группе моей, в личку. Всем спасибо, ребят, вы лучшие. Все, спасибо тебе большое. Еще раз победа тебя и твою команду. У вас впереди также непростые соперники. Ну, а мы, в общем, услышали, наверное, все, что хотели по поводу того же оверпаса. Было много вопросов, потому что его отдали. Как вы вообще по ответам... Ну, примерно я этого и ожидал в момента услышания. Да, ну, смотри, следующий соперник команды Entropic, это либо команда Virtus.pro, либо команда Akuma. По сетке, кто из них проигрывает, тот падает, как раз таки, на команду Entropic. Как вы думаете, какой матч будет не сложнее для команды Entropic, а интереснее? ВП или вот такая Akuma, которая... Акuma 100% даст бой, и более того, я предполагаю, что они могут даже выиграть, потому что пацаны нереально хороши. И если ВП не поймает свою какую-то волну и не зацепится за того, что Джейма и Екиндера, то будут проблемы, потому что Sensei Demka невероятно стабильна. То есть они вообще не выпадают максимум на одну карту и всего БУ-3, а этого недостаточно. Поэтому ВП нужно ультовать. Самый кайф-то в том, что после поражения Ки-23, Akuma единственная команда, которая из Squall осталась. То есть у нас остальные команды заинвечены, и они вроде как подразумевались, что они будут в плей-оффе и где-то высоко, но Akuma осталось живых. Молодцы парни, будут продолжать. Но у нас подготовка к следующему матчу. Это будет, наверное, матч вечера, матч дня, которого ожидают сегодня большинство фанатов СНГ-сцены. Это команды Na'Vi и Collective Force, но к ним мы приступим после небольшой паузы.